среди следующий абзац статьи среди законодателей есть некоторая настоятельная необходимость заняться помощью украине после того как в начале этой недели российская война перекинулась на польшу имеется ввиду вот эта история с ракетой и вот теперь цитируется демократ то есть до этого республиканцы вы видели какая у них позиция теперь демократ сенатор джин шахин из нью-хэмпшир она сопредседатель сенатской группы наблюдателей нато и член сенатского комитета по международным отношениям а говорит что для этого для этого конгресса то есть до конца этого года очень важно рассмотреть запрос администрации на финансирование не для этого нужно включить вот это чтобы протолкнуть его наверняка нужно включить вот в этот так называемый амнибус или амнибус то есть вот этот законопроект о временном финансировании на сезон как они называют хромой утки когда новый конгресс еще не вступил в должность второй демократ председатель сенатского комитета по ассигнованиям сенатор лихи от штата вермонт выразил уверенность что конгресс примет всем объявляющий законопроект и где будет включена помощь украине что он это произойдет в течение недели ну тут надо только приветствовать аплодировать сенатору лихи и надеяться что так оно и свершится потому что издание захил замечает то есть должны понимать что помощи украине она включена в законопроект еще раз и вот если он пройдет тогда все нормально 37 миллиардов на следующий год есть но как говорит издание захилл конгресс может вместо законопроекта принять резолюцию просто о продолжении финансирования тех программ которые есть а главный смысл вот этого амнибуса законодательства это продлить финансирование правительственных учреждений пока не будет принят новый бюджет на следующий год то есть украина там не главное вот что главное про профинансировать работу правительства это можно сделать как при помощи закона так к сожалению и при помощи резолюции поэтому вместо вот этого амнибуса закона можно принять может быть принята резолюция и тогда там нету 30 миллиардов помощи украине но дальше рассказывается о том что с республиканцев возникли разногласия по поводу того значит решать это в этом году решать его в следующем году многие значит республиканцы представители обеих партий многие говорят что надо решить вопрос о помощи в этом году то есть период хромой утки то есть если демократы говорят что нужно решить положительно то представители республиканской партии говорят что надо решить так или иначе ну и по поводу этого очередной республиканец который был проинтервьюирован изданием the hill дума говорит я думаю что есть некоторые вопросы относительно того что будет поделать палата представители после смены власти то есть опять таки речь идет о том что не могу избиратели выразили свое мнение на голосование избрали палату представители нового состава именно она должна принимать решение на следующий финансовый год ну и тут выходит на арену уже вот самая самая оголтелая группа мага представитель конгрессвумен марджери тейлор грин который на прошлой неделе уже внесла как это сказал саймс она внесла привилегированную резолюцию о проверке то есть аудите о начале аудита американской помощи украине и пока этот аудит будет проводиться я уверен что никто не не собирается даже голосователь ставить на голосование о помощи украине она этого не скрывает она говорит я голосовала всегда против помощи и буду голосовать всегда про против нее тут издание напоминает что с мая месяца достаточно большая группа 50 членов палаты представителей все республиканцы большинство из них трамписты они голосовали против пакета помощи в 40 миллиардов и дальше по списку вот она говорит сколько там проголосовалась эта помощь всегда она была против этой помощи ну и теперь как говорится в конгрессе есть как ожидается количество республиканцев которые будут голосовать вместе с вот этой группой мага она увеличится дальше объясняется почему это все происходит мы с вами это обсуждали я вам докладывал даже эти цифры потому что как показал последний опрос общественного мнения среди зарегистрированных республиканцев избирателей и демократов с апреля по начало этого месяца количество республиканцев которые поддерживают помощь украине уменьшилась в восемь раз 48 почти 50 процентов считаю что слишком много и магазин украине оказана помощь и надо с этим делом завязывать и вот отсюда и объясняется позиции вот эти колебания они якобы колебания но с другой стороны видят вот эти цифры и они вынуждены я имею ввиду там сенаторы особо члены палаты представителей подстраиваться под вот эту дудку и вот как сказал как объяснил это том колл это главный республиканец комитете по регламенту или по правилам палаты представителей он сам поддерживает помощь украине но значит он сказал что большинство американцев не осознают насколько серьезную угрозу для национальной безопасности представляет война в украине то о чем мы говорили сотни раз за время существования этого канала и все мы знаем все это знают в украине но так вот получилось что избиратели именно республиканской партии как-то они оказались не сведущие в этом деле ну и теперь теперь что касается нашего канала что здесь происходит вот мне вчера написали один из моих зрителей где на украинском языке перевожу на русский чтобы всем всем было понятно где полемика почему только в одни ворота это мне возмущенная реплика почему только в одни ворота гарри табах ларионов тоже говорят вещи которым можно прислушаться где полемика ну давайте вот пополемизируем по этому поводу предлагаю вопрос для дискуссии для полемики значит группа товарищей во главе с ларионовым много месяцев сначала еще ну ларионов там он как первопроходец он начал еще вот как только как только его выгнали с работы пришла пришел байден к власти так он это все и начал разгонять волну потом к нему еще присоединилась группа легионеров они разгоняли волну по поводу того что администрацию значит байдена сливает украину отпочкованием или ответвлением этой компании стало а где ленд-лиз то есть ленд-лиза не дали хотя эти можно если бы решили вопрос ленд-лизом они поставили бы вопрос а почему почему коней кавалерийских никаких не поставляют или штык-ножей для винтовки мосина это вот одна однополитковые предметы для спора что ленд-лиз что кони кавалерийские так вот вот они много месяцев разгоняли волну о том что зрада белый дом зрада зливают и вот по результатам прошедших месяцев теперь оказывается что с рада то подошла с другой стороны там байден якобы сливал украину а пришли республиканцы и сказали ни цента на помощь украине то есть не то что сливают решили просто вот так одномоментно взять и задавить украину причем эти все ребята они вот этот самый как их называют трус балбесы бывалый бывало это ларионова там трус балбес можете выбирать кого как кого как окрестить они же трамписты не просто республиканцы трамписты и ларионов работают в этом одиозном фейкомет нам центре которые ну правда администрацию байдена фу просить она на трампа работал идеи ему поставлял людей в администрацию фейкометающий центр и там на зарплате сидит фейкометчик и ларионов то есть он он не по убеждению просто фейкометчик он на зарплате фейкометчик трампист второй трампист это табах и вот их люди их работодатели я имею ввиду работодателя ларионова во всяком случае а табах у него как мальчиком на подтанцовках аптекарь первого ранга того их люди работодатели пришли к власти говорят нет помощи украине все не цента вот первый вопрос я вам ставлю для дискуссии что это было вот эти люди которые гадали продолжают гнать теперь волну продолжает несмотря ни на что они делают вид что они не понимают что произошло вашингтоне или просто не считает что все остальные слушатели в украине это идиоты которые не поймут что происходит вот я ставлю вопрос они разгоняли волну о том что сливает байден оказалось что не просто сливает а пришли к власти их люди их работодатели которые говорят не просто сливать они удушить хотят помощи украине одномоментно бы так раз и все так вот вопрос для дискуссии кто эти вот вся эта команда иларионовцы это вопрос 1 а это не удавшиеся аналитики просто говоря лохи которые не поняли откуда дует ветер то есть они они не поняли ситуацию они искали зраду не там где она вдруг оказалась это первый вариант второй вариант это люди которые занимались проводили операцию по отвлечению на негодный объект есть такая операция у спецслужб многие наверное слышали знают то есть это когда вам внушают или забивают вашу голову разными фейковыми или любыми другими отвлекающими мыслями а в то время пока вы отвлекаетесь на это все в это время против вас проводят нехорошую операцию так вот это из из разряда спецслужб так вот эти люди они или горе так сказать аналитики лохи или они участники спецоперации по отвлечению украинского зрителя общественного мнения на негодный объект и пока не разгоняли волну прозраду про ленд-лиз в это время их работодатели пришли к власти и сейчас одномоментно хотят удавить украину первый вопрос вам на дискуссию второй вопрос как так получается что эти люди которые работают я повторяю ларионов зайдите это называется the center for security policy зайдите в википедию на английском языке прочитайте ее при помощи гугла и вы поймете что это одиозный фейкометательный центр который работает на трампа на трампистов это вот та же компания мага марджери грин марджери тэлор грин это одна и та же банда так вот как получается что люди которые на зарплате вот тех которые сейчас пришли к власти и хотят удавить вообще помощи украине каким образом они регулярно появляется на каналах украины это что вот вот как это объяснить то есть это непонимание как их называют редактор гостевые редакторы до которые приглашают это просто полного погоня за сенсацией за рейтингами или это полезный идиотизм или что это второй вопрос для дискуссии третий вопрос вот как сказал представка конгрессмен том колл в чем сейчас проблема из-за чего эта проблема возникла и в республиканской фракции палаты представителей большинство американцев но тут он говорит в основном о республиканцев потому что у демократов по-прежнему большинство понимает как важна помощь украины украине для национальной безопасности всего мира в том числе соединенных штатов вот демократы это понимают республиканцы 48 процентов нифига этого не понимают значит где проблема где должен быть человек сейчас с американским паспортом который говорит что он любит украину и он республиканец где он должен быть сейчас среди кого он должен работать правильно он должен сейчас работать среди американской и среди американских избирателей республиканцев в америке не трындеть на каналах в украине про того про то какой плохой байден и как мало помощи он дал то время когда его работодатели трамписты говорят что слишком много дал да вот они должны быть на в интернет пространстве работать напряженно не в украине а в соединенных штатах и нести доброе вечное и правильные мысли до республиканцев демократов поэтому вот как вы считаете дискуссия вопрос не стоит ли вот этим компании трус был без и бывалый собрать свои вещички из информационного пространства украины и перебези по перебазируется в украину и здесь доказывать то есть простите в америку и здесь доказывать свою любовь к украине объясняя недалеким американцам всю стратегическую важность помощи украине для безопасности соединенных штатов америки три вопроса вы просили дискуссию как говорят в одессе их есть у меня прошу высказать ваше мнение если это интересно но и в заключении чтобы у вас не дай бог не возникло не хорошее настроение выскажу свое мнение вот до этого я вам все высказывал по статьям так далее будет или не будет я все-таки очень надеюсь что это этот пакет на 37 миллиардов будет принят потому что если он не будет принят произойдет катастрофа катастрофа она просто артиллерия работающая на высу отстреливает в сутки до 10 тысяч боеприпасов это огромное количество для примера это столько сколько франк в пк франции изготовляет за целый год тут она стреливается за одни сутки то есть идет непрерывный поток каждый день по несколько самолетов для того чтобы обеспечить вот этот боезапас для в силу и та помощь которая сейчас идет украина последний пакет если вы помните где-то месяца полтора назад было на 12 и три десятых миллиарда вот они в декабре закончатся 16 декабря все и после этого если есть дополнительное то эти бои за бог боеприпасы идут мы воюем с мордором борьба продолжается если это нет то 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 этого нет есть другие варианты еще но я вам говорил в частности вот тем же ленд-лизом теперь этих же республиканцев в нос можно и ткнуть потому что они же его и разрабатывали не включив туда ни копейки денег еще спрашивают меня никак не поймут как как поставлять некоторые думают что вот те две странички текста которые там теперь теперь на их основании байден может брать из арсеналов пентагона любое количество оружия поэтому ленд-лизу и это любое количество оружия запускать в украину ничего подобного теперь то есть вот этот закон он образовал источник один из источников таких там минимум 3 дп затем этот самый инициатива помощи украине и еще один воспроизводство той помощи которая отправлена в украине для того чтобы опять оттуда брать то есть это вот сосуд каждый из этих источников но для того чтобы он реально начал работать надо принимать конгрессе пакет вот как было в этом году один пакет второй третий принимать этот пакет там то ли на 3 миллиарда то ли на 40 миллиардов и эти деньги запускать в этот сосуд в этот источник и в его размер в его рамках осуществлять финансирование ну вот то есть если они за артачатся эти палат в палате представителей тогда можно сказать ребята но это же вы принимали вы ж были инициаторами ну как же ты теперь да хотя должен сказать вот в отношении таких как маржери тэйлор грин там на совесть чего-нибудь человеческое давить очень трудно это это группировка отмороженных тем не менее значит вот так если вот взвесить конечно я надеюсь я достаточной степени уверен скажу абсолютно достаточной степени уверен что эти деньги будут получены вот на этом дорогие друзья позвольте закончить это видео слава украине и и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами мордор или мордор как и карфаген будет разрушен вам дорогие друзья надежды выдержки терпение и победа к нам придет до новых скорых встреч